Большие победы начинаются с юношеского футбола. С самых ранних лет детям закладывают фундамент игры с мячом. Но для успешных результатов нужны серьезные условия. Пока все не так хорошо, как хотелось бы. В зимний период нам не хватает, так как все в снегу, а надо больше манежа встроить. А манеж один на всю, на весь город не хватает. Но мне кажется, что когда мы тренируемся в зале, там получается опыт не такой уж и большой. И поэтому я согласен с Рамазаном, что надо строить больше манежей. Команда Казанской гимназии 179 лучше не только в республике, но и в стране. На турнире кожаный мяч в последние годы у них нет конкурентов. А игроков этой команды разбирают юношеские клубы российской премьер-лиги. Но даже в таком формате есть трудности, останавливающие развитие футбола. Так как у нас в этом плане с погодными условиями, если мы летом занимаемся круглый год, полгода, и по одной тренировке в день, то зимой мы не можем такого себе позволить. Так как зимний период не дает выйти где-то тренироваться каждый день. И нет такой возможности. Единственное только, если это делать в спортзале. А спортзал это уже для поддержки формы, можно сказать так. Но не для большого такого развития. Ветераны футбольного Рубина с позитивом отнеслись к новости о предложении нового направления Курбана Бердееву. Рекордсмен нашего клуба Андрей Князев, забивший 30 голов в 97 году за казанцев, надеется, что совсем скоро в составе команды мы увидим своих воспитанников, способных обыгрывать Барселону. Любое развитие, неважно футбол это или другой вид спорта, это всегда хорошо. Тем более, если мы говорим о футболе, я человек, который знает не понаслышке, как наши мальчишки казанские, да и не только казанские, очень сильно любят футбол и какой сейчас бум детский футбольный. Детей и мальчишек очень много и желающих заниматься футболом. И на мой взгляд, они все талантливые. Большие изменения должны произойти в плане инфраструктуры. Мрустам Миниханов заявил, что республика построит для юных футболистов пять легких тренировочных манежей в четырех городах Татарстана. Два в Казани и по одному в Челнах, Нижнекамске и Альметьевске. Футбольные поля с искусственным газоном по-настоящему редкость даже для такого спортивного города, как Казань. К примеру, в Новосавиновском районе всего две школы могут похвастаться такими площадками, не говоря уже о всей Казани. Единственный крытый манеж, который был построен в 2007 году по инициативе того же Курбана Бердыева, не вмещает всех желающих. О результатах реформ детско-юношеского футбола в лучшем случае можно будет говорить только спустя несколько лет. Но авторитеты и прежние заслуги Курбана Бердыева в развитии футбола Татарстана вселяют надежду на позитивное будущее. Алмаз Гафиатова, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Игорь Романов, ТНВ, Казань.